Если бизнес, независимо от его размера, говорим мы про глобальную компанию, говорим мы про национальную компанию, про средний или малый бизнес, если бизнес рассчитывает в качестве опоры исключительно на финансовую составляющую, он не может быть устойчивым. Он может быть устойчивым только тогда, когда он вкладывает в своих сотрудников, когда он экологически ответственный и когда он заботится о том в сообществе, где живут и работают сотрудники этой компании. Некоторую часть времени я потрачу на то, чтобы рассказать вам про нашу новую платформу, которая называется Открытый Питек, доступную, бесплатную и плюс ко всему, я думаю, интересную для вас, потому что обучившись на ней, у вас будет возможность получить то, что называется Digital Credential, цифровой бейдж, который ценится в IT-индустрии и в принципе в высокотехнологичных отраслях. И сделать это абсолютно бесплатно. Важно понимать, что тогда, когда к нам обращаются за помощью и просят использовать технологии для решения той проблемы, с которой столкнулось предприятие в той или иной отрасли, мы абсолютно точно и ясно понимаем, что это за проблема. Мы помогаем клиенту дойти до сути этой проблемы. Это больше не работает так, что вам приносят техническое задание, написано, что вот за такой-то период времени надо сделать вот такой-то продукт. Эти времена ушли абсолютно в прошлое. И можно сказать, что это типичная технология Design Thinking, которой пользуются IT-компании. Но куда бы вы ни пришли, будете вы дальше преподавать в ВУЗе, придете вы руководить министерством финансов или министерством экономики, не знаю, будете вы капитаном корабля дальнего плавания. Не важно, чем вы будете заниматься или у вас будет свой бизнес. Технология Design Thinking это ровно то, с чего имеет смысл начинать любой бизнес-проект, чтобы понять, на какие потребности общества, на какие потребности конкретной целевой группы вы, собственно, ваше предприятие, ваша отрасль пытается ответить. Машина может обрабатывать такие дейтасеты, которые ни одному человеку, каким бы суперумным и суперталантливым он был, ему просто не под силу. Машина может это делать. Машина может делать предикшнс, но исключительно зона ответственности человека принять решение и сказать, что если машина мне порекомендовала вот такой-то протокол лечения, как доктор, готов ли я взять на себя эту ответственность, подписаться под этим или не готов. Про любую отрасль, какую мы сегодня не возьмем, окончательное решение находится за человеком. И, в принципе, все этические вопросы, когда мы говорим про компании, такие как IBM, Google, Microsoft, Oracle и так далее, этические проблемы на сегодняшний день очень часто выходят на первое место, потому что тот потенциал, та сила воздействия, которая есть и может быть у этих технологий, может сделать самые невероятные вещи. И именно разработчики отвечают за то, чтобы поставить эти технологии на службу человека. IBM зиждется в разработке этой технологии на трех принципах. Еще раз, то, что искусственный интеллект – это система, которая призвана дополнять и помогать человеку, не заменять его. То, что система и все процессы сбора этих данных, их обработки, источников этих данных, их использования, это в обязательном порядке должно быть прозрачным. У каждого участника процесса должно быть понимание, кто как собирает, кто как процессит и каким образом это будет использовано. И третий, а может быть и самый главный пункт, это то, что если компания занимается разработкой той или иной технологии, в частности искусственного интеллекта, она несет ответственность за то, чтобы люди, которые будут пользоваться этой технологией, чувствовали себя достаточно комфортно и уверенно, понимали, что это за технология и как ей пользоваться. И здесь прямой мостик к тому, что мы называем корпоративной ответственностью. Если говорить про ценности компании, начну, наверное, с того, что очень часто ценности воспринимаются как что-то такое очень пафосное и не имеющее никакого отношения к реальности. Кто-то, может быть, в HR-департаменте или в PR-департаменте сел, напридумывал себе пафосных заявлений, которые там так и остались лежать, но в лучшем случае их могут выкладывать на сайт. Может быть, такое имело место быть, но не последние, наверное, 10, может быть, 7, может быть, 15 лет. Потому что сегодня те ценности, которые закладываются в основу компании, они определяют то, как она нанимает сотрудников, то, как она в них инвестирует, то, как она взаимодействует со своими клиентами. Есть компании невероятно иерархичные, где я начальник, ты дурак, это их корпоративная культура. Есть компании, то, что сейчас называется бирюзовые, есть компании где-то микс посередине, но в любом случае, то, что делает основатель компании, когда он ее учреждает, то, что делает менеджмент компании, ее руководство, то, что называется лидершип тим, это все пронизано установками, ценностями того, что правильно, что неправильно, что достойно, что недостойно, как мы можем себя как вести, как не можем. Это становится невероятно актуальным не просто с точки зрения продвижения бренда компаний, это становится очень актуальным и для потребителей. Если мы посмотрим на исследования, которые были в последние несколько лет, и буквально на недавнее, которое было в конце 2019 года, Morning Consult, 14 стран, они изучали, как люди смотрят и оценивают бренды разных компаний. Так вот, для людей неважно, говорим мы про потребителей или говорим мы про бизнес-партнеров. Для них невероятно важно, чтобы в ценностях компании отражалась экологическая ответственность, забота о своих сотрудниках и забота о сообществе. Я не знаю, как это откликается сегодня в ваших головах, может быть, как что-то очень пафосное, но когда придет время выйти на работу, и вы, может быть, попадете в компанию, которая заботится о сообществе, которая инвестирует в школы, где будут учиться ваши дети, в театры, в детские площадки, именно инвестирует, потому что до недавнего времени мы все говорили, что компании у нас должны заниматься благотворительностью. Сейчас происходит определенный шифт от этой парадигмы, когда дал денег или дал ресурс и забыл, к парадигме социального инвестирования. Когда ты равный партнер, ты не просто дал денег, а ты хочешь возврат с этих инвестиций. И единственная разница, что речь о возврате идет не в финансовых терминах. Речь идет о возврате в виде человеческого капитала, что люди, которые живут с тобой в сообществе, они более успешные, более благополучные и так далее по списку. Если мы подумаем о тех объемах энергии, которые тратятся на то, чтобы работал суперкомпьютер и на то, чтобы в принципе такое огромное количество машин, процессоров работали и давали отдачу, то здесь абсолютно очевидным становится вот этот энергетический след. И компания последние 25 лет ежегодно выпускает отчет, где рассказывает о том, как она этот экологический след снижает. Это ответственность, вторая составляющая перед своими сотрудниками и перед клиентами компании. Но это больше часть, которая относится к людям под названием HR. Это корпоративное гражданство, или то, что в России принято называть благотворительность. Тогда, когда компания работает с внешним сообществом для того, чтобы помочь ему стать более устойчивым. Ну и, конечно, это этические принципы. Это соблюдение деловой этики, всяких правил, которые важны для того, чтобы поддерживать правильный дух и работоспособность. P-TECH – это Pathway to Technology, путь к технологиям. Программа, которую компания инициировала в 2011 году в одном из районов Бруклина для того, чтобы помочь ребятам, которые жили не в самых богатых семьях, все-таки закончить американскую high school и поступить в колледжи, поступить в которые без high school диплома фактически невозможно. Что сделала компания? Она предложила поэкспериментировать, сделав на базе одного из колледжей шестилетнюю программу образования с фокусом на Science, Technology, Engineering and Mathematics, но не так, чтобы дети исключительно оставшиеся еще 6 лет, 4 плюс 2 дополнительных года, сидели в классе, а так, чтобы половину времени, которое они проведут в P-TECH колледже, они проводили непосредственно в компании, работая со своими менторами и со своими наставниками. На сегодняшний день P-TECH реализуется в 16 странах, фактически на всех континентах, и эта модель, которая зарекомендовала себя как очень эффективная, взята еще двумя стами, по-моему, двумя стами, 250 бизнес-компаний, аффилированных на сегодняшний день с программой. P-TECH трансформировался в новую инициативу, которая называется открытый P-TECH. И вот здесь я хочу, чтобы вы, те из вас, кто уже загрустил и чуть-чуть отвлекся, опять включились, потому что мне кажется, для вас эта платформа может быть невероятно ценной. Любой человек в любой точке мира может зайти на нее зарегистрироваться для того, чтобы понять, что собой сегодня представляют вот этих шесть крупных модулей знаний. Информационная безопасность, блокчейн, дейта-сайенс, дизайнерское мышление, искусственный интеллект и профессиональные навыки. Вы регистрируетесь на платформе, заводите свой профиль, свой кабинет, понимаете, что там есть, и определяете для себя, в каком режиме, какой из модулей вам было бы интересно посмотреть. И выбрав курс, вы можете тогда, когда удобно вам начать обучение по этому курсу. Если говорить про саму структуру курсов, то они выстроены ровно так, как выстроены курсы во всех высокотехнологичных компаниях. Вы берете небольшую часть текста, с которым знакомитесь, у вас есть видео, у вас есть еще какая-то информация, это могут быть симуляции каких-то ситуаций, и так далее, и так далее. Они достаточно небольшие, то есть мы не говорим про курсы в 72 часа, или там, я не знаю, в 40 часов. Большая часть из них требует нескольких часов вашего времени в удобном для вас режиме. И пройдя это обучение, вы сдаете тест, делаете вы это онлайн. Не сдаете, возвращаетесь и добираете те знания, которых вам не хватило. И, соответственно, пройдя эти курсы, у вас есть возможность получить то, что называется цифровой бейдж. Я о нем уже говорила. Вещь, которая невероятно ценится, когда вы приносите свое портфолио к своему работодателю. Цифровой бейдж по весу ровно такой же, какой получают сотрудники компании IBM. Но только они там работают и делают это по долгу службы. Вы можете сказать, что сейчас очень много онлайн ресурсов. Тот же открытый университет или Курсера. И дальше очень-очень длинный список, где вы, в принципе, тоже можете бесплатно обучаться. И там спектр тем гораздо более широкий. Это действительно так. Мы ограничены тем спектром тем, которые находятся в центре внимания компании, которыми компания либо пользуется, как дизайн-тинкинг или критическое мышление. Либо мы говорим про hard skills, когда мы говорим про искусственный интеллект, блокчейн и дальше и дальше по списку. Да, мы сфокусированы, но в отличие от других платформ, то, что появляется на открытом ПТЭКе, сделано фактически вчера теми людьми, которые эти технологии изобретают. И еще один важный момент. Это не только творение IBM. Например, тот же модуль образовательный по AI сделан IBM в партнерстве с Microsoft. То есть здесь компании нашли возможность объединить свои усилия, чтобы образовательный ресурс, создаваемый ими, был актуален и отражал как то, что делает Microsoft, так и то, что делает IBM. Если говорить про карьеру в IBM, то, наверное, первое и самое главное, на чем я должна остановиться, это те навыки, с которыми мы ждем сотрудников. Неважно, если вы не видите себя в роли программного архитектора, data scientist или еще кого-то. Мы с удовольствием принимаем на работу ребят, которым интересен, я не знаю, управление человеческими ресурсами, финансы, легалс и так далее. Но ко всем из них предъявляется ряд обязательных требований. И первое требование – это свободное владение английским языком. Потому что без английского сегодня вы никуда. Компания англоязычная, с одной стороны. С другой стороны, говорить про развитие цифры невозможно и понимать в этом, что ты оставаться на гребне. Если вы не владеете этим языком, пусть не fluent, пусть не на уровне носителя, но с хорошим, солидным английским, думать про развитие карьеры будет очень тяжело. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok